Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстро и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Джордж Клейсон, самый богатый человек в Вавилоне «Секреты первого миллионера». Эту книгу многие из вас просили в комментариях. На ютубе и на нашем сайте «Буква.инфо» и вот она перед вами. Клейсон — это, во-первых, история из-за разряда «Думы и богатей» Наполеона Хилла, «Богатого папы, бедного папы» Роберта Киосаки, «Секретов миллионеров», «К черту все, берись и делай». Вот такого плана, чуть-чуть философии, чуть-чуть позитивного настроя, чуть-чуть прописных истин, которые все и так знают, но почему-то никто не выполняет. Ну, это во-первых. Во-вторых, вы просили, мы прочитали и обозрели. Идеально к этой книге подходит бокал светлого Жан-де-Лак-Вионье, столовая, сухая, белая. Удивительный цвет, какой-то такой соломенный у него. Два кусочка-три кусочка льда, распахнутая на стишек, но запах сирени, такое вот романтическое настроение на ближайшие 600 секунд. Почему самый богатый человек в Вавилоне? Клейсон родился в 1874, почти 150 лет назад. В возрасте около 50 лет он выпускает серию брошюр, которые распространяются в банках, страховых компаниях, в общем-то везде, где работают максимально на тот момент финансово продвинутые люди. И эти брошюры были написаны в стиле вавилонских притч о финансах, о заработке, о инвестициях, пользовались достаточно большим успехом аудитории. По некоторым данным, источниками, которыми пользовался Клейсон, были вот как раз древние клинописные таблички, которые использовались в вавилонской эпохе. Они там повествовали о жизни торговцев, ростовщиков и, в общем, всех деловых людей того времени. Так что, получается, фактом из этой книги много-много тысяч лет, и они актуальны до сих пор. Через какое-то время Клейсон объединяет их в книгу, и эта книга издается тиражом в 2 миллиона экземпляров по тем временам, невиданный тираж, и что делает, собственно, и самого Клейсона, не самым бедным человеком в Соединенных Штатах. Вот уж воистину. Знаешь, как зарабатывать денег, зарабатывай, не знаешь, перепиши чужие тезисы и учи других. Вся книга в одном предложении. В форме притч Джордж Клейсон рассказывает о том, что богачами становятся только те, кто запомнил простые законы накопления денег. И вот эту систему финансовых законов древнего вавилона он изложил в этой самой книге и говорит о том, что они действуют во всем мире по сей день. И изучив эти законы, можно улучшить свое финансовое положение и, в общем-то, стать богатым. Каждая глава написана в форме притчи, с какой-то поучительной историей. Давайте вот мы за 600 секунд попробуем разобраться в каждой, ну или хотя бы в основных из них. Значит, на первом месте, конечно же, у нас разумная экономия. Далеко не каждый может заработать какую-то крупную сумму денег за один раз. И хоть нам и продают эти истории мгновенного богатства, в общем-то, для того, чтобы стать богатым в будущем, нужно научиться экономить на расходах в настоящем. Одни люди, вот вы можете оглянуться и увидеть их вокруг себя, они тратят деньги на какие-то безделушки, семиминутные прихоти и, в общем-то, залечивают шапоголизмом какие-то свои душевные раны. Другие расчетливо откладывают на черный день. И автор предлагает исповедовать принципы Уоррена Баффета, хотя он на нем и не знал в тот момент. Ну, в общем-то, экономить на мелочах, на поездках, на удовольствиях, откладывать ежедневно какие-то средства. И таким образом через время у вас появится сумма, которую вы сможете инвестировать. Копить деньги, говорит нам автор, складывая их дома, это непозволительная роскошь в 21 веке. Сбережения должны работать на владельца, но при этом Джордж считает, что проценты по банковским вкладам это ничтожно малая история и рекомендует искать более выгодные варианты. Это там акции, стартапы, государственные облигации. Но при этом вы, как инвестор, должны быть уверены в том, кому вы отдаете деньги. И вкладывать нужно, вот очень хорошая идея в 1926 году, что вкладывать нужно в людей, способных увеличить капитал, а не в какой-то конкретный бизнес на каком-то конкретном, или в какой-то конкретный рынок. Вы, кстати, вот если согласны с этим тезисом, что вкладывать нужно в людей, вы обязательно нажмите сейчас на паузу, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и в комментариях напишите, как вы считаете, правда ли в первую очередь нужно вкладывать в людей, или может быть все-таки нужно вкладывать для начала в бизнес. Ну, в общем, интересно ваше мнение по этому поводу. Вы можете использовать незнание других людей с выгодой, и это нормально, тут нет ничего такого, потому что только глупец утверждает, что знает все. В мире существует огромное количество умных, образованных людей, которые принимают тот факт, что невозможно быть компетентными во всем. И поэтому в процессе их досконального изучения какого-то предмета всегда возникают вопросы. Если вдруг так складывается ситуация, что вы этим предметом владеете гораздо лучше, то использование незнания других людей с выгодой, в этом нет ничего зазорного, вы на этом можете зарабатывать. Особенно учитывая, что вот большинство людей не разбираются в финансах, и поэтому, ну, здесь Джош говорит о том, что это больше надо воспользоваться их невежеством для выявления инвестиционных возможностей и заключения каких-то выгодных сделок. Но я бы скорее эту всю ситуацию рассматривал как вин-вин, что вы можете научить этих людей, и плюс, в общем-то, с ними дальше продолжать как-то коммуницировать и зарабатывать совместно. При этом ищите альтернативы. Значит, если вы хотите стать богатым в одну секунду, это исключительно лотерея. Во всех остальных случаях это какой-то длительный процесс, метод проб и ошибок, падение взлета, в общем, вот этого всего. И Клейсон говорит, что на этом пути было бы неосмотрительным вкладываться в какое-то одно дело и, в общем-то, все свои усилия фокусировать только на одном деле. Потому что по статистике, скорее всего, для того, чтобы какое-то одно дело ваше стало успешным, у вас за плечами должен быть опыт из 5, 6, 7, 10 неуспешных каких-то кейсов. И вы... Ну, в общем-то, вот это и следующий слайд в этом и заключается. Если вы инвестируете понемногу в разные сферы и обязательно имейте запасные варианты, то вы как раз идете методом проб и ошибок. Это что-то подобное научному прогрессу. Вы никогда с первого раза не можете точно знать это то изобретение, которое изменит мир или нет. Потому что даже неудачные изобретения не могут быть полезны в будущем, поскольку вы получаете опыт. Точно так же ваши какие-то неудачные инвестиции, неудачные стартапы, неудачное общение даже, в том числе, сегодня, может стать удачным через какое-то время. И оно вам вот еще один кирпичик добавляет в вашу общую стену опыта. И главное, чтобы эти потери не были слишком значительными. Они, ну, слишком, под слишком значительными, наверное, подразумевается два фактора. Это большие финансовые потери и это временные. То есть вы можете там пилить какой-то стартап 10 лет и потом признаться себе, что это все-таки была ошибка и нужно начинать все сначала. Но вот инвестиция, даже денежная, за эти 10 лет, возможно, вам вернется. Стало 10 лет, не вернется никак. Именно поэтому старайтесь заглядывать наперед, мыслить категориями будущего, потому что зарабатывать хорошие деньги и быть богатым – это абсолютно разные вещи. В первом случае, когда вы зарабатываете хорошие деньги, это какая-то кратковременная история. И вам необходимо осознать, что финансовое благополучие – это долгосрочная цель. Здесь и рациональное планирование бюджета, здесь и поиск новых моделей инвестиций, здесь и постоянный метод проб и ошибок. Только так вы обезопасите себя от никаких-то непредвиденных обстоятельств в будущем. Ну и то сегодняшний наш мир, апрель-май 2020 года, показывает, что даже максимально себя обезопасив и вложив абсолютно в разные активы, свои средства и пробы, разные стартапы, вы можете с помощью черного коронавирусного лебедя попасть в такую ситуацию, о которой вы вообще не могли предполагать. Деньги – это ресурс. Вот это очень тяжело воспринимается на постсоветской территории, нашей славянской ментальностью. В общем, отдалживая деньги, необходимо платить проценты. Это очень важный момент. И если вы становитесь инвестором, то любые вложения приносят вам прибыль. И поэтому деньги можно и нужно использовать для обогчения. Если кто-то у вас отдалживает деньги, не стесняйтесь говорить о том, с этим человеком, что деньги являются ресурсом, и поскольку они будут работать на другого человека, то вы можете сделать это только исключительно под какой-то процент. Он говорит о том, что не стоит бояться давать займы на выгодных условиях. Это хороший способ увеличения капитала, а именно для этого, в общем-то, и созданы деньги. Поэтому, ну, все эти истории беспроцентные кредиты друзьям, они как бы с точки зрения бизнеса не очень хорошо работают. Шанс случайный, а удача нет. Удача появляется в результате исключительно упорного труда. На пути к достижению богатства нужно постоянно искать возможности. Ну, это, в общем-то, такой переформулированный тезис про пробы и ошибки, про то, что тот, кто работает над улучшением благосостояния, систематически это делает, невзирая на все преграды и какие-то помехи, он обязательно будет вознагражден. Для того, чтобы подготовить почву для удачи, вам нужно создать максимальное количество вариантов, когда вот эта самая удача может вас настигнуть. Это девятый факт. Он заключается в том, что вам нужно проявлять инициативу. Любой успешный человек, если вы посмотрите его историю, это никогда не было сиденья на диване в ожидании того, что ему принесут на подпись контракта. Они всегда ищут, ну, никто не ждет, что возможность будет подана на блюдечке с голубой каемочкой, всегда ищут варианты, всегда берут инициативу в свои руки, всегда увеличивают количество вот тех самых контактов, которые потенциально... Гегель классический про то, что количество рано или поздно перерастет в качество. Посмотрите первые обзоры на канале Читай Быстро, ужаснитесь. И вот я надеюсь, что это тоже один из примеров того, как очень медленно, очень неповоротливо, но все равно количество, переваливая за 70 обзоров, потихоньку перерастает в качество. Ну и не берите кредиты. Десятый факт, прям большими буквами. Я бы его немножко изменил в том виде, в котором он был подан у Джорджа. В наших действительностях я бы никогда не брал потребительские кредиты. Кредиты на развитие бизнеса под те проценты с учетом той инфляции, которая есть в наших странах, они, в общем-то, оправданы. А вот потребительские кредиты это всегда порочный круг, когда за одним кредитом будет следовать другой, за другим третий. В результате вы окажетесь в долговой яме, потому что вы часто покупаете, мы все часто покупаем, какие-то дорогие, но абсолютно ненужные вещи для статуса. И знайте же этот прием, что чем дороже покупка, тем больше времени. Запасите себе в промежуток между принятием решения о покупке и самой покупкой. То есть покупаете что-то там за тысячу долларов, ну не делайте эту покупку сегодня, переспите с ней, возможно завтра она уже не будет оказаться вам такой необходимой. Это все исключительно про потребление. Если же вы про то, что вам нужен кредит в тысячу условных долларов для того, чтобы нарастить товарные остатки или для того, чтобы выйти на новые рынки или для того, чтобы запустить какое-то новое направление, то тут, конечно, просто все считается с точки зрения юнит-экономики и там уже нужно принимать решения, основываясь на какой-то реалистичной оценке собственных возможностей и потребностей. Такие вот быстрые 10 фактов из достаточно интересной, интересной, легкой книги, в которой вот я вначале сказал, что как бы ну вроде бы прописные истины, которые и так все знают, но почему-то никто их не выполняет, если так призадуматься. На основе этих 10 фактов я сформулировал три задачи, которые, конечно же, как обычно, я записал в букнот. Это блокнот для осознанного чтения, больше про него можно узнать на сайте буквы.инфо и по моему субъективному мнению один из лучших подарков для любого книгомана. Теплый чехол, карандаши, структурированные страницы, на которых можно выписывать и факты, и задачи, и читать советы по скорочтению. В общем, мои три задачи. Если букнота нет, можете записывать откуда угодно, но главное записывайте для того, чтобы мозг получил сигнал, что вы информацию отложили, запомнили, структурировали, а потом из этой информации сделаете себе задачу какую-нибудь. И потом пойдете, ее обязательно закроете, и благодаря этому получите от каждой книги максимум пользы. Не брать потребительских кредитов, такая вот задача, наращивать количество контактов и проявлять инициативу в этих самых контактах, даже в том числе со стороны вот этой чисто американской модели, а чем я могу быть полезен этому контакту в первую очередь, а уже потом, чем он может быть полезен мне. Ну и инвестировать. Третья задача, конечно же, инвестировать, хотя бы попробовать, понять вообще, что это такое, и какие бывают там высокорисковые инструменты и высокодоходные. Ну это такая задача. Когда все эти истории с пандемиями закончатся, и мир снова начнет движение экономического маховика. Таким была книга Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вавилонии». Таким был проект «Читай быстро. Буква.инфо». Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте колокольчик, подписывайтесь на колокольчик, ставьте палец вверх, напишите комментарий, читали ли вы эту книгу. Нет, что вам запомнилось из нее, насколько вам понравился обзор или не понравился, и что можно улучшить. Если захотите проверить скорость чтения, это буква.инфо.слыш.рапид, там можно почитать текст, ответить на вопросы по этому тексту и получить сертификат с вашей скоростью и осознанностью чтения. Блокнот для осознанного чтения, букноты, рабочие тетради, смарт-конспекты, все-все, что связано с софт-скиллами, там, эмоциональным интеллектом, развитием памяти, тайм-менеджментом. Это у нас на сайте буква.инфо. Приходите, читайте, становитесь чуточку лучше. Хороших нам книг. Через неделю увидимся с какой-нибудь новой, хорошей, интересной или, может быть, не очень книгой. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok